По данным Prime Crime, 11 января в Центральном районном суде Сочи был вынесен обвинительный приговор 43-летнему вору в законе Юрию Гаеву, более известному в криминальных кругах по кличке Юра Сухумский или Пиджак. Гаев был признан виновным в незаконном хранении наркотиков и приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Адвокаты Гаева в установленные законным сроки внесли кассационную жалобу в Краснодарский краевой суд. В настоящее время вор в законе содержится в СИЗА-2 Армавира. Юрий Гаев, ранее носивший фамилию Ахалая, был задержан в Сочи 15 октября прошлого года сотрудниками УБОП ГУФД Краснодарского края. При личном досмотре у вора в законе был обнаружен и изъят героин, который Гаев иначе, как лекарством, не считает. Он уже давно сидит на игле и нуждается в ежедневном употреблении наркотиков. Спустя несколько дней после ареста у Гаева резко ухудшилось состояние здоровья и его даже переводили в обычную больницу. Близко знающие Гаева люди характеризуют его как спокойного и вежливого человека, не представляющего опасности для общества. Долгое время ему удавалось оставаться в тени. Он давно не привлекался к уголовной ответственности и вообще не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Несмотря на то, что Гаев не был замечен в громких конфликтах прошлых лет, его авторитет в воровской среде очень высок. Среди его друзей самые влиятельные воры в законе Старой Плеяды. Летом прошлого года Юру Сухумского уже задерживали в Сочи, но после профилактической беседы отпустили. На какое-то время Гаеву пришлось вернуться в Абхазию. Он поехал отдохнуть в Пицунду, но и там отдыха не получилось из-за пристального внимания со стороны абхазских силовиков. Говорят, что Юра, по примеру многих сухумских воров, собирался навсегда перебраться в Грецию, но осуществлению этих планов помешал арест.